У нас сейчас получается буквально каждый литр на счету. Подходит любая емкость. Ведра, тазы, баклажки и даже вазы. Жительница частного сектора Ольга Смышляева спешит запастись впрок живительной влагой. Так местные ждут обещанного отключения водоснабжения. У меня есть унитаз, у меня есть душевая кабинка. Как без воды? У меня ребенок 4 года, который в принципе должен ходить на унитаз. Ребенок-то как туда пойдет? Ну и постоянно у нас там вообще постерушки, даже если бы не ребенок маленький. В сложной ситуации оказались все жители поселка Гдегтярского района. Это 13 семей. Некоторые даже решили немного сэкономить на запасах. Наложу снег, будем его топить. В поселке нет центрального водоснабжения, а единственная скважина, которая обеспечивала живительной влагой проживающих здесь 35 человек, оформлена на индивидуального предпринимателя. Конфликт с ним поставил под угрозу комфорт целого частного сектора. У него банный комплекс, у него приезжают, соответственно, гости, начиная с пятницы по понедельникам, очень большими компаниями. И расход воды, естественно, у нас в это время увеличивается. Поэтому, естественно, за электричество мы стали платить намного больше. Вот, на чем мы не сошлись. Мы написали обращение в администрацию, чтобы нам помогли сделать на другое ИП. Ну, допустим, возможно, это на меня. Однако в энергосбытовой компании отказываются регистрировать ИП на другого человека, потому как связаны юридическими обязательствами с другим собственником. Но сейчас мужчина, который владеет скважиной, расторгает договор. А это значит, что специалисты Россетей, как исполнители, обязаны отключить электроснабжение. Мириться собственник с другими жильцами не планирует. В администрации Дегтярска поясняют, для подключения воды жители могут обратиться и в местную ресурсно-снабжающую компанию. Но пока заявлений на подключение не поступало. В районе данной территории присутствуют водонапорная башня и две артезианские скважины, которые на сегодняшний день находятся на консервации и являются резервным источником водоснабжения в случае ЧАЭС для организации подвоза питьевой воды. Когда отключат водоснабжение, пока неизвестно. Тот самый день ИКС обещали сегодня, но к моменту подготовки сюжета к эфиру вода в домах была. Однако жители не расслабляются. Некоторые за запасами выезжают в магазин, который находится в нескольких километрах. И это хорошо, если есть машина. Пенсионерам на помощь приходят соседи-автомобилисты. Вода не будет закончиться, не будет давления. Значит, отопление встанет в нас. Не только вода, но и отопление. Для решения проблемы жители частного сектора записались на прием к главе города в надежде, что решение все же найдется. А пока остается только радоваться нерастаявшим весенним сугробам.